Используя модный молодежный сленг. Что за тема, подруга? Джордан. Ой, вообще четкий типос. Have a good day. Где-то внутри кринж сидит. Майя Невна, с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канал Долбек. И это все плюсы мультфильма Головоломка. Ну, вот это первое, и это ремастер. Думал, честно говоря, что будет уже вторая головоломка. Но вот так вот решил с ремастерда начать. Познать, смотрите. На самом деле, мультфильм Головоломка просто реально шикарный. Ну, второе я не смотрел еще. Поэтому я не знаю. Поэтому хорошо, что первый. Надо будет посмотреть его хотя бы вторую часть. Все грехи Головоломки. Нет. Все плюсы Головоломки. Примастерит. Только мультфильм начинается, нас встречает потрясающий саундрек от Майкла Джакина, работавшего над другими известными картинами Пиксар. Рататуй, Тачки, Тайна Коко и так далее. О, ну, музыкантище. Вот такая она появилась. Наше счастье длилось бесконечно. Я печаль. Все. Все. Можете выключать мультфильм. Главную суть уже раскрыли. Только что нам показали смысл печали, который раскроет в финале. Райли начала плакать, чтобы подать сигнал родителям, что что-то не так. Если бы ребенок не плакал, то родители не смогли бы понять, когда дитя проголодалось, если ему больно или его нужно утешить. В финале я расскажу подробнее. Молодец. Интересная послалка. Для озвучки младенца и маленькой версии ралли использовали старые записи ребенка, что озвучивало Буу в корпорации монстров. О, прикольно. И эту связь подчеркнули, сделав маленькой ралли точно такую же прическу. Забавно, на самом деле. Материал не пропал. Я решил их не озвучивать в течение ролика, а поместить их в отдельный блок в конце видео. Потом увидите, что получилось. Так, все в сторонку. Незнакомый заповедец. Это близливость. Это бракали. Нет. В течение всего мультфильма некоторые моменты были изменены под разные страны. Например, в голове у отца в американская или канадская версия он смотрел хоккей, а в основном были обычный футбол. Так и здесь, в японской езде вместо брокколи аниматоры поставили зеленый перец. И до сих пор подаю сомнению этот факт, потому что я таки не нашел реального футажа. Разве что отыскал другой момент, где на пицце было не брокколи, а перец. Тут прям видно, что это реальная анимация, так что скорее... А что они перец не любят, интересно? Вроде, ну, перец вкусный. Болгарский. Прежде всего, это не утка, а правда. Ну, не знаю, же любит адаптировать всякие такие вот моменты. Это же не только в этом мультфильме. Почти все надписи также локализовали для разных стран. Забавно, как газета отражает голос разума Райли. Конфеты и десерт – это лучшая еда. Это действительно мысли ребенка. Это страх. Он смотрит, чтобы с нашей Райли ничего не случилось. Это брокколи. Бляк. У него обостренные чувства справедливости. А это печаль. Честно сказать, не знаю, зачем она здесь. Так значит, печаль велел. Ну, девать ее некуда, я узнавала, так что она хорошая на... Головолом был. Блин, я только заметил... Печаль велел. Не всегда особо замечал вот эти маленькие, как бы, волосики у них. Прикольно выглядит. На самом деле, стилистически очень классно выглядит. А для нее некуда, я узнавала, так что она хорошая на... Головоломку делали больше пяти лет. И вся вступительная сцена показывает весь этот огромный труд. Создатели сумели совместить психологию ребенка, жизненные ситуации, родительское воспитание, детскую перспективу, интересный сюжет, персонажи и все-все в сеттинг мультфильма. То есть, все эти аспекты показать не в виде многотонного скучного текста, а в виде мультфильма с персонажами, своим каноном и своим миром. И забегая вперед, скажу, что у них это вышло превосходно. Все, абсолютно все оценили конечный результат. Любой человек, смотря головоломку, может представить свой головной отдел, свои островки, ключевые воспоминания и так далее. Конечно, не сравнить с тем супом в придорожной забегаловке. Ой, как это, держусь. Ну чудно. Включилась семья. О, а помните, как папа нас фоткал? Ну, вот так вот, будешь, иди. Ага, давай, давай, отлично. Вапик сложится край, или что? Вот, супер. Ага, и смоткай бог. Да! Это шумы. А, это стал крафт. Видимо, а Трафик Слэшнс. Это непонятно отсюда. Автор покушает, это одобряем, одобряем. Вот этот автор тоже покушает. Опа, привет. Я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в Стиме, ребята. Если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру просто, может она вам даже понравится, я был поэтому очень рад, вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить. На самом деле, это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно, правда. Это прям новая ветка моей жизни. Поэтому, если вы правда хотите меня поддержать, приходите в Стим, покупайте игру, играйте ее, оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаем смотреть видос. Тут у нас воспоминания. Все они запечатлели ярчайшие события в жизни Райли. Надо было видеть. Каждый из этих островков памяти – это отдельная сторона личности Райли. Что же это? И, конечно, центр ответственный за семью. Пока радость рассказывает нам правила канона, нам понакидали дофигища признамений. Голова гнева буквально воспламеняется, эту деталь забавно обыграют. Радость пролистывает воспоминания назад во времени, это важный момент для финала. Все острова расположены не в случайной посредовательности. Справа налево каждый остров будет разрушаться по ходу сюжета, начиная с озорства, заканчивая честностью и ответственностью за семью. На посреднем, кстати, уже показали батут, что сыграет немаловажную роль. Даже покажут воспоминания с этим батутом. Сцена с лавой – это самая жизненная вещь для каждого ребенка. Да, полталава. Да какой, до сих пор идешь по этим пыточкам и на стыке не наступаешь, а то все проиграл. Мне 27, что ли. Это ощущение увидеть эту игру на больших экранах и визуализированную в мультфильме. Это та самая магия Пиксар и Дисней. Дисней знает толк в волшебстве, а Пиксар в проницательности. Тут задействованы оба эти фактора. Предпосылка к появлению Бинго-Бонго, но что важнее, его ракета – еще одна супер важная деталь. В моменты, когда Райли кто-то управляет, она почти всегда носит одежду соответствующего цвета. При рождении Райли была в желтом, сейчас на коньках тоже в желтом, управляет радость. При неосторожном употреблении напитка ею управлял страх, поэтому Райли была в розовом. Как и полагается, сюжет начинается с конкретного события, до боли простоя, но также знакомая многих... Страх испытали все. Даже радость. Героя зоны комфорта, и сюжет пойдет сам собой. Новый дом и... Нас сюда посерят. А может не надо? Запах простой. Боли отвратительного жилья. В сцене с прибытием в новый дом, Райли в разноцветной кофте, так как она правда испытывает весь спектр эмоций в этой дыре. Однако, одним цветом больше, и это – оранжевый. Почему тут вы риски с Роблокса? Это что за жулик? Так, я пошла. И один сорт. Интересный факт. Я где-то читал, что рядом со студией Пиксар есть пекарня, в которой готовят один вкус пиццы в день, и один из них с брокколи. О как. И нафига нам эта информация? Эта деталь вообще незначительная, но мне нравится такой подход. Райли увидела, где мама хранит кредитку в своем кошельке. Я позже еще приведу примеры, где много малозначимых деталей по итогу собирается в кучу и насыщает события в сюжете, к которому они отсылались. Ну это круто, это такая, знаете, внимательнее к деталям, это очень круто. Ну, блин, мастера, 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 мастера своего дела все-таки. О, а помните, как папа нас твоткал? Ай, что, что, что там? Я просто взяла и... Важная часть канона – воспоминания могут поменять свой тон. Это колоссально важно для финала и вообще тому, как работают эмоции в реальности. Из носа полилось молоко. У нас сушгло ужасно. Я люблю гулять на воздухе. Я вижу, как мы прыгаем по лужам и свыше. У нас мокрые ноги. И так взял. Нам снова намекают на главный смысл мультфильма – без печали нет радости. И да, кстати, именно поэтому у радости синие волосы. По факту, радость должна быть полностью светлой и теплой, как солнце. Но столь явный синий цвет в ее дизайне подчеркивает смысл финала – без печали нет радости. Я даже больше скажу – радость сияет именно синим цветом. Да, на земле свет желтый, но вокруг радости сияние именно синие. Посмотрите внимательнее по краям. У нее всегда синее свечение, а не желтое. И лично мне кажется, что на этом можно и остановиться. То есть, например, фиолетовый платочек у безгривости – не признак того, что при отвращении в тебе просыпается страх. Это просто для красивого сочетания, чтобы к губам подошло. И раз мы затронули дизайн персонажей – боже, это просто невероятные образы. Вот, без лишних слов, чтобы вы понимали, насколько это непросто сделать красивый дизайн, взгляните на генерации других эмоций от искусственного интеллекта. Да ладно, ну блин, это искусственный интеллект, на то он искусственный интеллект, типа. Даже посмотрев на старые концепт-арты, понимаешь, насколько непросто прийти к желанному результату. Интересный факт. Образы каждой эмоции созданы по образам разных вещей. Радость – звезда, печаль – капля срезы, гнев – кирпич, брезгливость – брокколи, а страх – это нерв. Хе-хе, шо, аниме началось кошмар. Это в абстрактном мышлении. Интересное, слушай, долгосрочная память, том 47. Это бесконечные лабиринты долговременной памяти. Каждая деталь имеет смысл, каждый диалог и упоминание. Позже печаль использует эту информацию. Офигеть, вы понимаете, что мама говорит эти слова о Ралли, но на самом деле мы понимаем, что не адресованы именно радости. Это ее заслуга, что Ралли оставалась позитивной после переезда. Но на самом деле эти слова адресованы все же Ралли, так как радость и есть часть Ралли. Это ж как диалоги поставлены. Рекурсия. Он еще диалог, блин. Только недавно посмотрел «Бесславные ублюдки». Вот не знаю, почему я его не смотрел. Как-то никогда не было мыслей. А тут я посмотрел. Какой шикарный фильм. Господи, как я кайфанул. Тарантино. Тарантино есть Тарантино, конечно. Пиццу с брокколи заказывались. Эти 15 секунд переполнены смыслом, деталями, жизненными вещами. Помните, гнев на секунду упомянул соседа, что похож на медведя? Так вот, эта фраза обрела больше смысла, когда мы увидели сон с этим соседом. То есть та реплика возымела больше смысла, ровно как и сам сон, в котором медведь появился не просто так. Я таких примеров еще много приведу. Сама сцена, где все ложатся спать, а на зрительном экране показывают сон, это прям крутая идея, идеально вписывающаяся в канон мультфильма. Но мало этого, эти самые сны будут иметь важную роль в сюжете, когда радость будет будить ралли. Я позабочусь о том, чтобы завтра у тебя был хороший день. Вот так нужно завершать первый акт. Переходы между стадиями должны ощущаться комфортно и понятно. Вступление завершается с новым ралли, как и должно быть. Ну это реально хорошо. Не, ну блин, мультфильм гениальный, тут 100%. Он не зря заработал все это, или арт, если я не ошибаюсь. Стоять, доброе утро! Хватит лучше! Такое лицо и такое поведение радости не просто так, а из-за выброса сахара в крови ралли. Сахар сильно влияет на настроение человека, эндорфины, гормонное счастье и так далее. Брезгливость! Райли должна быть особенной. Такой хорошенькой, что одноклассниц будет тошнить от зависти. Рад! Об этом никто и нигде не говорит, все воспринимают брезгливость просто как прикольного женского персонажа, но я считаю, она тоже намекает на главный смысл мультфильма. Брезгливости положено только брезгать и не более, но что сейчас, что в финале, она отвечает наоборот за красоту и порядочность. Остров моды! Хочу жить там! То есть эмоция ответственна за свою обратную сторону. Офигенный перевод. В оригинале его называют train of thought, что переводится как ход мыслей. Прикольно. Можно было и так оставить, ведь поезд типа ходит, едет, но у переводчиков был полный состав мыслей из вариантов, как можно локализовать увиденное. Вот и состав поезда переводится. Ну локализация в дизайнских мультфильмах и вообще пиксаровских была всегда очень хороша. Типа, ну там явно стараются ребята. Как состав мыслей. Видели как она смотрит? Вас прожирают! Говорю! Мам! Можете хохонько ругнуть? Да ты чё? Сюжетный поворот. Оказывается, могут быть иные ключевые воспоминания, помимо радостных. А то, что радость и печаль отлетели прочь, это классная визуализация того, как подросток замыкается в себе при взрослении. Существует много видов блокировок эмоций, и мы теперь видим, как это происходит на самом деле. Ну вот, отходы для вторичной переработки не в зелёной. Родители одеты в одежду, как и их главенствующие эмоции. Мама в свитере, как печаль. Отец в рубашке и галстуке, как гнев. А кофта Ралли перемешала все те цвета, что раньше были в полном порядке. Сознание матери, это либо одна большая шутка, либо гениальный сюжет. Главная эмоция у неё, это печаль. Extremely based, мама Райли, extremely based. Либо это означает, что главная эмоция у матери это та, что отвечает за эмпатию и сопереживание. Помните ту сцену с бинго-бонго? Печаль тогда поступила, как заботревая мама. Причём печаль матери не нажимает на панель управления, она приказывает радости это сделать. То есть мудрая мама, отрицая эмпатию, использует радость, чтобы поддержать дочь охренеть. Сигнальный кашель. Сигнальный кашель. Ломка. В голове у отца гнев тоже не просто так, главная эмоция. Ярость необходима любому живому существу, чтобы защищаться. И папа должен защищать свою семью, вот и всегда настороже. Собственно, поэтому его главный советчик это страх. А радость, печаль и брезгливость не сказали в этой ситуации ни слова. Эта сцена пример того, как режиссер превращает обычную семейную ситуацию в яркую и драматическую сцену. Заметьте, кстати, у Бати ярость не стала гореть огнем, то есть она более сдержанная. Это прикольно, типа, тоже показывает, типа, то, что Батя взрослый, он уже умеет себя чуть-чуть держать в руках. То есть как ребенок, я знаю, дело у него еще бушуют эмоции. Со стороны это просто ссора маленького ребенка с родителями, но с визуализацией эмоции сцена ощущается очень живой и насыщенной. И так каждое событие в мультфильме будет сопровождаться такой визуализацией в голове. Это реально мега-жиза, у меня один в один ситуация была. В первом и втором классах я ходил на флейту и выучил несколько песен, но помня от силы одну или две. Причем при локализации упомянули другие песни. В оригинале были Chopsticks и Heart and Soul. А в дубляже упомянули как раз песни, которые дают ученикам по советской базе. Вы наверняка даже и слышали их. Да. Ну это да. Дизайн бинга-бонга тоже относится к списку классных, а главное узнаваемых образов. Сладковато. На цветке есть цвета всех пяти эмоций, но тут снова нарисовался оранжевый цвет. Ротик офф, ротик офф. Я сомневаюсь, что сикл для головоломки вообще планировали, лишь знаю, что эмоцию тревожности хотели добавить, как и 21 других недобавленных. Но деталь все равно интересная. В очередной раз вспоминают о ракете Бонга. И я хочу остановиться на этом моменте поподробнее и объяснить, как работает отлично прописанный сценарий головоломки. Возьмем таймлайн всего фильма и нарисуем на нем точку важного события. Например, отражение бинга-бонга при полете на ракете. К этому моменту отсылались несколько раз. В самом начале нам показали рисунок, сейчас увидели полную демонстрацию ракеты. Далее Бонга находит саму ракету, ее выбрасывает в забвение и уже после сам момент с полетом. Эти точки связаны друг с другом, а главное, дополняют друг друга. Помимо этих связок, каждая точка связана и с другими событиями сюжета. То есть момент, когда разрушался остров озорства, ралли вспоминала прошлое и мы увидели момент с батутом, который отдельно связывается со вступлением, где нам показали остров семьи, связывается с финалом, когда радость использует батут и так далее, и так далее с каждой сценой в мультфильме. Таких вот нитей в сюжете будет очень много, они будут буквально перебитаться друг с другом, я еще приведу примеры чуть позже. Даже конфетные слезы тоже сыграют роль, это чеховское очко. В этом моменте в израильской версии Бинго Бонга указывал хоботом наоборот справа налево, ибо на иврите так и читают. Я так обожаю подобные моменты, когда какая-то стилистика меняется и так далее, это очень круто вылетит. Офигенная сцена, это визуальный оргазм, я же постоянно говорю о сценах, которые вырезают из фильма и отдельно публикуют на ютубе и других местах. Вот это одна из них. В смысле, так она же была в мультфильме. Это же сцена была в мультфильме, в смысле. Ну я не в кинотеатре смотрел, а в онлайн кинотеатре я смотрел. Не помню, как он точно покупал, но эта сцена была там. На голове у Райли на картах король и королева изображены в виде папы и мамы. Сама она валет, но на английском это джек, почему-то, не знаю почему. В комментах можете пояснить, кто шарит за Блэк Джека и шли. Твоя ракета? Да! Теперь могу прокатить Райли на луну! Проще вернуться с другой планеты. Это еще кто? Воображаемый бойфред. Я умру за Райли. Чеховское очко. Очко! Стойте! Нам на ней лететь на лугу! Неужели Райли забыла меня? Все исправим, когда доберемся. А кто тут боится щекотки? Давай поиграем! Обидно, что так случилось. Печаль! Наверное, Райли было с тобой интересно. Вместе было весело. Все полегче. Как ты умудрилась? Не знаю, он просто грустил, а я просто выслушала. Ключевая сцена. Мне кажется, даже важнее финальной. Помните, я говорил, что момент с выбросом ракеты связан с другими точками? Так вот, эта точка тоже связана с началом, словами безгривости о красоте, сменой цвета воспоминаний, финалами и так далее. Ну это важная сцена, иногда реально важно выслушать. От разных событий связываются в прекрасную паутину событий и действий. Паутина сюжета. В этой сцене сосредоточен весь смысл и вся информация, которую донесли профессиональные психологи до сценаристов. Сама радость не сумела обрадовать Бинго-Бонго. Но печали каким-то образом это удалось. Бум. И еще кое-что. Слова Бонго... Иногда выплакаться реально полезно. Тут факт. Иногда поплачешь, реально легче становится. И отпускает. А полете на Луну важны для финала. Наконец-то вернемся домой! Нет, не мы будем. Уехать за новыми впечатлениями от старых проблем. Напомнить-ка, там все было замечательно. Я из Германии прибыль. Я встал, не встал. Тише. Фантики по всему полу. Очко выстреливает. Я же говорил. Почему дежавю было трижды? Я догнал. Это нам на льду всей команды. Дежавю. Что за чудесный день? Я его вспоминать люблю. Тут где нее команда продула важный матч полуфинала. Я снова нагнала тасики. Этот диалог тоже раскрывает суть финала, к которому мы почти добрались. Нам еще 5-го числа обещают. Остров честности! Пока честность! Острова расположены не случайно. Все, теперь надо будет скам проектами заниматься. Остров честности, сыган ролик разрушил состав мыслей. Успеха в школе, детка! По ходу сюжета, одежда Райли становилась все тусклее и тусклее. Фон, ты что натворила? Опять я все испортила. Ты уж прости, но Райли должна быть счастье. Конец близок. Я все выходные катаюсь. Я целый день могла слушать ее рассказы. Я так старалась, чтобы Райли была счастливой. В тот день ее команда продула важный матч в полуфинале. Как она горевала. Так значит, печаль велела родителям утешить Райли? Опа. По факту они объединили, дали возможность эмоциями объединиться, чтобы они создавали новые эмоции. И из-за этого, как будто, и 21 эмоция особо не нужна. Эталонный пиксаровский сюжетный поворот. Такого финала я не ожидал. Читатель должен сказать, я такого не ожидал. Но другого и придумать было невозможно. Но иного и быть не могло. А радость все сказала, мне нечего объяснять. Без печали нет радости. То же самое, что и произошло в самом начале мультфильма. В самом начале жизни Райли. Радость за весь путь испытала все эмоции. Страх за Райли, гнев к печали, брезгливость к бойфренду и печаль в забвении. Очень символично, что именно протирая срезу, радость обнаружила печальную сторону радостного воспоминания. Радость сама обрадовалась после ощущения печали. Что мы из этого извлекли? Это нормально иногда поддаваться грусти. Нельзя убегать от негативных эмоций в погоне за ложным чувством радости. Отсюда не возвращаются. Проще вернуться с другой планеты. Ну и поэту по в уныние тоже неправильно. Потому что некоторые люди уже с этим заигрываются. Некоторые люди грустят, грустят, всю жизнь грустят. Это тоже неправильно. Могу прокатить Райли на луну! Я же говорил, каждая, блин, деталь играет роль. Вернуться с другой планеты. Паутина сюжета. Сейчас нам точно повезет. Это очень крутой. Я тут расплакался. Такой чпы. Ну потому что реально так трогательно. Я вообще плачу над мультиками. Над мультиками, фильмиками. Это люди многие знают. Не знаю, меня так оно трогает все. Бинго-бонго сумел отбросить то, что ему важно. Смысл сцены понятен и без моих слов. Но мало кто заметил одну очень важную деталь. Слова песни уже предвещали финал пути Бинго-бонго. Райли придумала песню, пела ее в самом начале мультфильма. И кто, как не самый лучший из друзей, пожертвует всем ради лучшего друга. Ради Райли. Понимаете, невозможно, чтобы слова к песне придумали от балды. Радость и Бонго вместе пели и кричали, что он самый лучший из друзей. Нам, зрителям, прямо орут об этом. Бонго пожертвовал собой не просто, чтобы было интересно и грустно, а потому что это суть его оригина. Он самый лучший из друзей. Нет, это кайф, кайф. На ее месте. Хотя я буду за все хвататься. Очко выстреливает. Жестко выстреливает. Слон был один. Сири, вот, бежи. Я умру. Ладно, ну ты докажешь. Сейчас самое время. Гайф. Вперед! Слон! Слон. Браз, такая умная. Что ты непроходимо глуп? Зомби, жопа, пил. Комбинация деталей с эффектом решает вопрос, как добраться до головного отдела. Мешок Бинго Бонго, генератор парней, батут и облако из облачного города. Ну и вишенка на торте, горящая башка огнеба. К концу истории персонажи делают то, во что бы мы никогда не поверили в начале мультфильма. Радость просит печаль взять штурвал и ключевые воспоминания. И мы в это полностью верим. Все работает как надо и как должно. Родители на опыте делают то, от чего Райли отрекалась. Они вспоминают радостные воспоминания, но уже в грустной форме, как это было с Райли в школе. Нет, ну такого финала я точно не ожидал. Оказывается, могут быть смешанные воспоминания, причем ключевые. Это идеально вписывается в канон мультфильма, ведь с возрастом мышление становится сложнее, как и пульт управления у Райли. Сначала одна кнопка на эмоцию, затем разные эмоции. Воспоминания также могут усложняться. Новые острова уже демонстрируют смежные виды эмоций. Дружеский спор, радость плюс ярость. Любовная лирика вампиров, страх плюс брезгливость. Остров моды, ярость плюс брезгливость плюс радость, как мне кажется. Но тут, думаю, мои мужские мозги промахнулись с загадкой. Девушки, приспомогите. Остров бойсбендов, радость плюс страх. Головоломка 3, конфирмит. Она не против. После финала в головах родителей воспоминания тоже стали смешанными. И, блин, это капец обидная деталь, потому что смешанные шарики должны были показать еще в середине мультфильма в сцене ужина. Это был такой супер тонкий и малозаметный намек на финал, но в той сцене у мамы и у папы воспоминания одного цвета. Ну, это был, кстати, единственный косяк, который, конечно, большинство не заметит, но это прикольная была деталь, прям очень крутая. То есть, она показывает то, что вот взрослые, у них вот уже вот так вот. Но, блин, у них и тревожно, если, как видите, не было эмоций, поэтому, ну, я смотрел, что Головоломка 2, ей приходится вертеться немножко, потому что, да, они показали взрослых, показали уже их внутренний мир, а там не было там тех же эмоций, которые уже будут в Головоломке 2. Ну, это нюансы, я считаю, что все равно воспоминания уже должны быть смешанными. Ну, посмотри Головоломку 2, я же посмотрю, я думаю, там будет хорошо. Потому что капец, какая упущенная возможность, а получилось бы капец, какая гениальная посалка. В сцене с титрами все персонажи показаны с юмором, за исключением этой девочки. Это жесть, какая ужасная правда, ведь в сознаниях людей с высоким статусом почти всегда оглавенствует страх. Тот, кто терроризирует других, сам живет в постоянном страхе. Ты торцой? Почему же Китян? Ну, рядом, рядом, да. В локализованных титрах даже указали имена актеров дубляжа. Дубляж в Головоломке вышел звездным. Главные роли озвучивали либо звезды кино, либо звезды дубляжа. Татьяна Шитова и Денис Некрасов. Столпы русского дубляжа. Их голоса вы узнаете из тысячи. А для главных эмоций выбрали особый состав. Все голоса нам мало знакомы в дубляже. Радость озвучила Наталья Рудина, известная певица. Моя героиня радость, и, конечно, она главная. Печаль, актриса Олеся Железняк. Наверное, у меня нервный шок. Страх, Владимир Епифанцев. Больше известны вам по роли в фильме «Зеленый слоник». Окей. Разноплановый такой персонаж получается. Братишка! О, она очень похожа на меня во многих вещах. Слушайте, я Ксения Собчак. Блин, мы не ходим здесь, еще раз сказали! Огнев? Да, Дмитрий Нагиев. Я в гневе. Головоломка стала одним из величайших истории кино и анимации. Она делала и в украинской озвучке, и в русской озвучке. Так получилось, что смотрела этот фильм раза три, наверное, в разных озвучках. Мне обе озвучки понравились. Знаете, что это значит? Каждый, кто приложил руку к этому шедевру, был запечатлен в истории. Начиная от режиссера, сценаристов и актеров, заканчивая людьми, что делали дубляж на другие языки. Если ваши эмоции по какой-то причине не действуют, просто представьте, насколько это невероятно, оказаться в одном ряду с теми, кого запомнит весь мир. Может, эти слова помогут вашей радости, наконец-то, сесть за пульт. А теперь пасхалки. Голова Микки Мауса на панели. Калет из Рататуя на журнале. Эти птицы из старой короткометражки Pixar. Вот эту пасхалку вообще никто не заметил, вообще нигде об этом не написано. Где? Но это... Сам Чуто Фредди Фазбер. Мячик Люкса. Ру, Фредди Фазбер. Машина Пицца Планет в шарике воспоминаний. Видите эту дверь? По первоначальным сценариям, гнев должен... Это Амогус. Походить из этой комнаты и там типа что-то там орать, ломать, и поэтому дверь такая маленькая и в форме самого гнева. Позади, на карте, отмечены действия событий мультфильмов Pixar. В поисках Немо, Тайных Боко, очень много мультфильмов в Америке, ну и так далее. Среди контактов Ралли есть Пит, доктор. Это главный режиссер картины. Дата рождения Ралли 22 января. Это день рождения дочери Пита, доктора. В основном из-за отношений с дочерью Питу пришла идея сделать такой мультфильм. Раковина это пасхалка. В общем, в английском языке есть такая фраза, типа у меня есть все кроме раковины. Типа всякая всячина лежит у тебя, все кроме раковины. И у Бинго Бонго раковина таки оказалась. Среди настольных игр есть отсылка на В поисках Немо и на другом мультфильм Pixar Хороший динозавр. О, прикольно. Эти постеры тоже пасхалка, в основном они повторяют постеры фильмов Хичкока. Теперь фильтр искаженной реальности. Фильтр искажения реальности это прямая отсылка на Стива Жобса. Когда он еще работал в Pixar, он ему постоянно говорил, что представь. Стив Жобса не знал. Типа какое-то воображение, фигню. И вся его команда, они придумали такое выражение. Фильтр искажения реальности. В общем, такая вот дань уважения. Это отсылка на старый фильм Chinatown. Там тоже была фраза, типа, как он там говорил сейчас. И под самый конец, но не менее важная, пасхалка А113. Это тоже классика. Классика для Pixar. Как я уже рассказывал, короткий метр будет удачным, если за короткий хронометраж рассказать всю историю от и до. Тут, конечно же, не подвели. Из первых секунд ясен конфликт родителей и парня. Ясна цель Райли. Ясны мотивы и действия родителей. А прошло меньше 20 секунд. И что забавно, короткометражка посвящена родителям, а не самой Райли. Да и сама идея неинтересная. На самом деле, наоборот, круто, когда показывают короткометраж, как именно герои второстепенных. Это интересно. И продолжая сюжет первой части, имей дух самой картины. Используем модный молодежный сленг. Че за тема подруга? Джордан. Ой, ваще четкий типос. Have a good day. Где там внутри кринж идет? What the hell? Я знаю, что у тебя на уме, Джордан. Он этого и ждет. Будем давить молчанием. Напряжение между отцом и Джорданом передали первым делом через музыку. Армейские строгие настрои. Генерал идет отчитывать юного новобранца. Сэр, нет, сэр! Усилим давление. В атаку! Ну, Джордан. Гнать его отсюда! Крепким пинком! Я в ругруппе играю. Кто-то? Как мы, как это? Мы играли в основном ACDC. Был использован тот же прием, что и во время ужина. Обычный разговор, но напряжение подняли на максимум с помощью визуализации событий в головах отца и Джордана. И конфликт решился полностью обоснованно. Хотя я бы скорее сказал, жизненно. Отец принимает кио-бала из-за общих интересов. Это максимально просто, но иного решения не надо. В конце показали разницу восприятия любви у мужиков и у женщин. Ну, так круто. Не, очень хорошо сделано. Блин, надо посмотреть вторую часть. Я все, не нужда, она сейчас к родителям уехала. Я с ней посмотрю. Надеюсь, я буду плакать. Если я плачу на мультике, то значит, она классная. 111 миллионов плюсов. Там еще нету приписки. Ой, ну это хорошо, это хорошо. Блин, кайф. Ребята, ссылочка на канал в описании. Приходите, подписывайтесь на Долбека. И подписывайтесь на мой канал. Мне было бы тоже очень приятно. Всем счастья, здоровья. Дальше всего придачу. Субтитры сделал DimaTorzok